Вот так, на бок. Потому что колея, машины едут. Я говорю, колея, подсказнулась, вот так вот упала. Шла на работу между Серова и Майковкой. Там вообще у нас никогда не убирается. И вот, результат, нога. Приехала на работу, но работать не могу. Ну, пошла внуков в школу встречать. И прямо зашла в ворота, это школа номер 15. И вот уже подходить к дверям, здесь вот упала. Две девочки меня, школьницы, подняли. Перелом левой руки, скорее всего, вероятнее, кубчик зашибла. Истории этих женщин из ряда вон выходящими не назовешь. Такую же могут поведать все ожидающие своей очереди на прием к травматологу. Ушибы, травмы, переломы, тверские травмпункты. Такие рекорды обычно бьют во время предновогодней суеты. Но сейчас исключение. Только конец ноября. Первый выпавший снег коммунальщики убрать не поспешили. В итоге погода сыграла злую шутку с пешеходами. С наступлением заморозков снежная каша превратилась в каток. Из-за неубранных дорог и тротуаров страдают все – и пожилые, и молодежь. В одну только первую городскую больницу утром обратилось 12 человек. Из них чаще всего идут переломы луча в типичном месте. Из них, вот из этих травм, два было со смещением. И переломы лодыжек. У пожилой бабушки она идет, ей так сложно передвигаться. И при скользкой дороге падают они чаще. Кроме того, у них уже более хрупкие кости. Естественно, травмы у них серьезнее получаются. Смещение как раз таки у людей в возрасте. Если бы коммунальщики уделяли больше внимания дорогам, по которым ходят люди, ничего бы не случилось, сетуют пострадавшие. Многим из них теперь придется бросить работу. На восстановление утраченного здоровья им придется потратить не одну неделю. Ой, на восстановление это месяц точно. Вот результат. А вы на пенсию? Да, на пенсию. Фактически должна ехать на коронографию в Москву. Уже на среду назначили, а теперь куда с рукой. Ждать, когда коммунальщики наконец-то начнут выполнять свою работу, тверетяне изрядно устали. Стараются обезопасить от падения себя сами с помощью народных рецептов. Одни приклеивают к подошве обуви пластыри, другие вырабатывают походку. Впрочем, некоторые от обуви вообще решили отказаться. Так, говорят, будет гораздо безопаснее передвигаться по Тверским улицам. Да никак, только на коньках. Ничего не чистится, нигде абсолютно. Я только неядна. Я тоже пенсионерка. Говорю, мне приходится работать. И вот результат. Теперь не работаю, ничего. А пенсия всего 6 тысяч. Ирина Ковень, Виталий Осипов, ХРН-ТВ, Пилот.